добрый день здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас как всегда среда и как всегда по средам у нас с вами встречи в мудром коучинге о чем мы говорим с вами на мудром коучинге на мудром коучинге мы с вами говорим о том собственно говоря откуда приходят деньги и что мы можем такого сделать создать чем мы можем наполниться что мы можем дать этому миру для того чтобы он нам дал денег ровно столько сколько нам нужно для удовлетворения наших главных важных базовых потребностей и вы знаете что каждую среду у нас есть какая-то очень узкая маленькая особенная но специфическая тема и сегодня наша тема это деньги и выбор мы поговорим о том что мы выбираем что мы не выбираем как это связано с уровнем нашего дохода что мы можем делать чтобы что-то изменить и можем ли мы вообще с вами что-то сделать напишите пожалуйста одним словом в комментарии к этому эфиру какие чувства у вас поднимается когда вы слышите слово надо выбрать нужно принять решение нужно рассмотрев несколько вариантов принять какой-то один по ощущениям напишите какие чувства у вас поднимаются когда вы слышите слово выбор из-за своего 22-летнего опыта работа психотерапия могу сказать что когда люди обычные люди слышат слово выбор то обычно они мягко говоря слегка напрягаются у них поднимаются сомнения они не уверены правильным ли будет этот выбор они не до конца четко понимают каким последствиям он приведет и именно поэтому многих людей слово выбор связано с напряжением и многие из вас это слово сейчас написали это действительно так и первая идея с которой я бы хотела сегодня начать эту встречу нашу мудрый коучинг номер 23 тема деньги и выбор кстати спасибо что делитесь этим эфиром прямо сейчас отмечаете здесь тех кому уже давно пора сделать выбор он все никак или она все никак не может это сделать так вот каждый раз когда мы думаем о деньгах слово выбор должно стать нашим другом потому что деньги это такая опция которая открывается изнутри то есть деньги не могут прийти к нам если вы их изначально не выбрали и для того чтобы выбрать деньги нужно иметь определенный уровень дерзости для того чтобы выбрать работу по душе нужно иметь определенный уровень дерзости для того чтобы выбрать партнера не просто там какого-то которого ты хочешь нужно иметь определенный уровень дерзости и с деньгами точно так же то есть мы делаем в течение дня течение всей своей жизни огромное количество выборов для того чтобы однажды сделать самый важный выбор и выбор наш с вами заключается абсолютно во всем мы можем взять мед или сахар мы можем пройтись пешком или подъехать мы можем с вами кстати сделать йогу или посидеть возле голубого экрана но по сути осудить кого-то покритиковать или порадоваться за успех человека каждый раз совершая выборы в течение дня мы тренируемся выбирать и сейчас у вас должен быть вопрос который звучит так что означает что я выбираю деньги как это вообще леонадима как это выбирать деньги все очень просто выбирать деньги обозначает пристегните ремни выбирать выше денег сейчас должен сказать что то мы вообще запутались что означает выбирать выше денег это означает понимать что деньги это телескоп а выбираем мы свой космос огромные звезды наших мечт и желаний ярких дней нашей жизни наполненных переживаний и чувств и важно выбирать выше денег деньги никогда не должны быть финализации они не должны быть финальной точкой это микроскоп сквозь который мы рассматриваем действительно важны это телескоп с помощью которого мы способны увидеть свои мечты в том числе и очень важно выбирая свои мечты понимать что путь к этим мечтам лежит через деньги в том числе и относиться к этому важно очень спокойно но например вы идете и у вас упал карандаш и вы просто подняли положили на место и и ровным счетом точно так же важно относиться к тому как деньги приходят в вашу жизнь но вы это отрефлексировали заметили сказали супер отлично хорошо или произошло какой-то момент когда вы должны были привнести в жертвы какие-то свои финансовые инвестиции и вы сказали окей да хорошо и в этот момент слушайте внимательно равностное отношение то есть вы не радуетесь истерично когда что-то вы получаете и вы не плачете убийственно если в какой-то момент в вашей жизни происходит что-то что вы деньги теряете есть очень хорошая практика она называется потерять все вы садитесь и представляете что у вас просто на счету ноль у вас кошельке ноль и вот вообще дома даже монетки не завалялось пятикопеечные вы сидите и думать я сегодня проснулся какой план но в ближайшие три дня вы доедите то что у вас есть холодильнике что дальше хо сам пишет как красиво у вас поют петухи вы знаете это к деньгам однозначно это же понятно так вот каждый раз когда мы с вами наполняемся размышляя о том что будет если все закончится и первые три дня я съем все содержимое своего холодильника потом возможно меня поддержат мои друзья вы просто размышляете вот у вас ноль гривен ноль копеек что вы делаете когда-то я была на проекте где нам выдали по спичке и сказали сейчас вы пойдете на улицу вам нужно спичку обменять на одну гривну потом одну гривну обменять на 2 потом 2 обменять на 5 вы знаете спустя час у нас были люди которые вернулись со 100 долларовыми купюрами и для меня лично этот тренинг стал переворотом сознания я поняла что деньги вот здесь вот здесь понимаете то есть люди которые пришли со 100 долларовыми купюрами они выбрали это и прохожим было непонятно и вроде как бы не сложно вместо одной гривны дать тебе две игра такая но если провести таких операций 100 а сейчас пристегните ремни надо иметь терпение чтобы дождаться пока произойдет вот это количество энергообмена и к тебе придет вот твоя мечта твой человек твои деньги твой проект и так далее и так далее и так далее обычно люди сдуваются ломаются на какой-то двадцатый девятнадцатый сорок восьмой позиции ломаются нельзя ломаться нужно идти до конца при условии что ты выбрал деньги и выбрал выше денег как мы с вами сегодня уже сказали еще несколько моментов которые сегодня я хотела осветить в русле темы деньги и выбор и еще раз говорю что в названии этого видео есть ссылка на поддержку нашей наланды если вы хотите выбрать сегодня наланду отправляйте 1 доллар 2 3 5 удивите меня в поддержку реконструкции нашей наланды если этот эфир вам нравится вам кажется он интересным конечно спасибо за то что вы им делитесь спасибо что отмечаете здесь своих друзей вы знаете за время пока я веду мудрый коучинг количество подписчиков очень выросло что приходит ну это удивительно крутые ребята просто классные люди приходят поэтому спасибо огромное что вы делитесь и люди узнают о этом проекте слышат эту мудрость идем дальше смотрите в жизни очень важно выбирать очень важно выбирать и есть такой духовный закон это надо записать и прямо подумать он звучит так если в момент когда у тебя есть выбор и тебе нужно прожить этот выбор ты не выбираешь то через какое-то время наступает время когда ты вынуждена или вынужден принять определенные решения но уже есть состояние насилия то есть когда у нас есть выбор лучше сказать властью данной мне я выбираю вот это и если это неправильное решение вы скажете властью данной мне я отменяю вот это и теперь выбираю вот это и это правильно потому что для нашего сознания гораздо лучше чтобы мы динамично двигались чем утопали в болоте о господи что же мне выбрать потому что это нас сильно истощает тотально истощает спасибо за ваши сердечки смайлики я не знаю как вы слушаете меня успеваете понимать что я говорю это что-то отправлять но это безумно приятно но все ж таки лучше слушайте внимательно итак если мы не выбираем с радостью когда у нас выбор есть это кармически это энергетически создает причину где мы оказываемся в ситуации где у нас выбора нет то есть мы вынуждены вынуждены принимать какие-то решения поэтому выбирайте смело настройтесь на то что даже если я ошибусь я исправлюсь и это нормально откажитесь от идеи жить со всегда правильным выбором потому что все неправильные выборы запомните это указатели в сторону правильного выбора все партнеры которые были в нашей жизни до наших самых для нас правильных партнеров ну условно неправильные выборы но с точки зрения энергии мы росли рядом с этими людьми для того чтобы открыть свои глаза узреть тех самых людей с которыми мы можем быть счастливы по-настоящему мы доращивали какие-то свои внутренние части чтобы быть готовыми к этой встрече точно так же с деньгами все ситуации финансовых падений неудач знаете бывает такое иногда что у людей там подъем спад подъем спад подъем спад и нет ничего там странного это абсолютно нормально только кто-то теряет миллион зарабатывает миллион теряет миллион зарабатывает миллион а кто-то теряет я не знаю там 10 гривен зарабатывает 10 гривен теряет 10 гривен теряет зарабатывает 10 гривен и так постоянно Поэтому очень-очень сильно важно, чтобы вы понимали, что во время серфинга надо кайфовать. То есть дальше будет по-другому. Потому что как только уходит ваша финансовая волна на спад, и вы начинаете тухнуть и тухлятить, вот в этот момент вы застряете. А когда вы говорите, хорошо, я поняла, пошла волна вниз, окей, я жду, я что-то делаю, но я принимаю, знаю, что это закончится. И когда есть вера, что это закончится, все становится совсем по-другому. Следующий момент, которым я хотела с вами сегодня поделиться, это мы должны уважать с вами выбор других людей. Я сейчас подключу зарядное устройство. Мы должны уважать выбор других людей. У меня вчера произошла такая интересная беседа. Мне написала одна из моих учениц. Она говорит, Елена Владимировна, значит, у меня папа, может, у вас тоже у кого-то есть такие папы, мамы или еще какие-то родственники. Значит, она говорит, у меня отец болен, но он не хочет лечиться. То есть он вообще не хочет что-то делать, а я смотрю на него, я вижу, что он чахнет, что его сила истощается. Поставьте в чат три плюса. Кто оказывался в жизни такой ситуации, когда ваш муж, жена, ребенок, мама, папа, ну, в общем, тот, кого вы любите, сын, дочь, вот просто стоит на грани и буквально уже в пропасть летит. И вы вот так вот за шкирки держите буквально и орете этому человеку в уши. Ну, типа, ну что ты делаешь? Ну, у тебя же столько, смотри, шансов. Ну, ты же такой или такая чудесный. Ну, я же тебя люблю. Ну, давай я тебя сейчас спасу, причиню тебе непоправимую пользу. Это потому что я же страдаю, потому что ты не хочешь жить. И я сказала своей ученице о том, что даже если люди, которых мы любим, делают выбор, который нам не нравится, если это правда, что мы их любим, мы должны уважать этот выбор, даже если этот выбор уйти из этой жизни. Потому что любовь не оценивает и любовь не изменяет, она никого не спасает, она ни за кого не проживает жизнь. И если это правда, что я тебя люблю, то я буду любить тебя, и когда ты пьешь, я буду любить тебя, когда ты трезвый, я буду любить тебя, когда ты зарабатываешь, я буду любить тебя, когда ты не зарабатываешь, я буду любить тебя, когда ты, с ними говорим о мамах зависимых детей, употребляешь наркотики, Я буду любить тебя, когда ты не употребляешь наркотики. Я буду любить тебя, когда у тебя хорошее настроение. Я буду любить, когда у тебя плохое настроение. Я буду любить тебя, когда ты выбираешь жить. И я буду любить тебя, когда ты выбираешь не жить. Просто потому что я уважаю твой выбор. Здесь у многих людей начинает вот так вот пульсировать просто мозг, понимаете? Потому что нам непонятно, как это я должна позволить ему или ей жить как-то жизнь по-другому, не так, как я хочу. И в этот момент мы просто вот так вот убиваем вообще свободу выбора, и мир нам в этот момент говорит, а, ты не хочешь уважать свободу выбора других людей? Без проблем. А уважение твоей свободы выбора тоже забудь. То есть, размышляйте над этим. Мне кажется, это важно. И последнее, что я хотела сегодня сказать. Очень важно то, как вы относитесь к своим собственным выборам. Ну, например, кто-то решил сесть на диету, кто-то решил изучать английский, кто-то решил наладить отношения с кем-то, с кем давно тяжелые отношения. И, естественно, после того, как мы принимаем решение внутренне что-то делать, особенно двигаться в сторону света, нас начинает массивно атаковать наша другая сторона, наша теневая сторона, которая говорит, «Зачем? Для чего? Забей, все нормально, расслабься, все как-то вырулится, что-то тут это, все как-то естественным образом произойдет само по себе, для чего вот это все это, пусть все течет, никто же не умирает, это не смертельная ситуация». И дальше происходит очень интересный момент. Смотрите, когда мы даем себе слово в чем-то, ну, например, «не есть после шести», давайте классический женский пример, или там «после четырех», в моем случае. Вот вы даете себе слово «не есть», потому что вы ощущаете, что вашему телу так комфортно. То есть, например, «мне лучше поесть в шесть утра, чем после четырех». И есть только один человек, который знает, что это обещание есть, и который является свидетелем этого внутреннего диалога, это я. И я вижу, если я, например, там, соблазнилась на что-то после четырех, да, я вижу, как я нарушаю свой собственный выбор. И тогда, будьте внимательны сейчас, очень внимательны, моё подсознание привыкает, что жизнь, в которой я вижу, где мои выборы нарушаются, нормальная. И я с этим сознанием, которое привыкло не получать то, что решила, иду в отношения, иду в бизнес, иду в мир, иду в дружбу, иду в родительство, везде я иду этим сознанием. И таким образом я резюмирую. Своим собственным отношением к своим собственным решениям мы буквально не оставляем миру выбора, как обращаться с нами. Очень важно, когда решение тяжёлое, нужно выбрать финансовое решение тяжёлое, или, может быть, вы в отношениях принимаете какие-то тяжёлые решения. Это резюме уже, вишенка на торте, клубничка. Очень важно сдаться великому до того, как решение принято. Это что такое, что это обозначает? Это обозначает, что вы садите свою молитву или в свою медитацию и говорите. «Ребята, приём! Я не знаю, что делать. Разбирайтесь сами, я передаю на ваш выбор это всё». И просите, чтобы то решение, которое вы сейчас выбираете, естественным образом, рано или поздно, самым бережным для вас образом привело вас к правильному решению. И вот эта мысль о том, что очень важно сдаться великому до того, как решение принято, а дальше решайте, что хотите. Сдаться великому. Очень важно перед тем, как сдаться великому, поразмышлять на тему, что вообще означает сдаться, потому что это про силу. Например, мне очень нравится вопрос, как вы понимаете, сдаться вашему партнёру. Вот что это для вас означает? Потом подумайте о том, что для вас означает, например, сдаться своей работе или сдаться своему призванию. И во всех этих сдаться — огромное наслаждение. Очень много силы и света. И это абсолютно для вас безопасно. И это не нарушает ваши границы. Я бы сказала, когда вы к этому уровню приходите, к разнице уже нет. А после этого можно и великому сдаться. Аня пишет, сдаться — это сотворчество. Классно. Поддерживаю. Это красиво. Ну что, драгоценные, это всё, что я хотела вам сказать сегодня на теме о мудром коучинге. Тема — время, деньги и выбор. Название этого видео — ссылка на поддержку нашего благотворительного ретритного международного центра «Ноланда». Этого благотворительного проекта. Поэтому все, кто хочет отправить свой доллар, два, три, пять, десять гривен, мы всё принимаем. Спасибо за ваши пожертвования. Я, честно, готовлюсь к эфирам, стараюсь, провожу их вовремя, в надежде и с верой, чтобы в мою жизнь всё приходило вовремя. Я выбираю своевременность. Мне кажется, что это важно. Жду вас в следующий вторник на «Истории Ноланды» и в следующую среду на «Мудрый коучинг». Обожаю наши с вами встречи. Они меня наполняют. Надеюсь, что вас тоже. Обнимаю вас сердечно. С вами была Елена Тарарина. До связи. Пока.